МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии телеканала «Север» Ирина Никешина. В эфире программа «Законодатели». Программа о тех, кто принимает важные решения в интересах региона и его жителей. Еженедельно по средам в нашем вечернем эфире мы рассказываем вам о работе депутатского корпуса собрания депутатов Ненецкого автономного округа. Парламентарии региона приняли участие в расширенных заседаниях пяти комитетов Совета Федерации и выступили с докладами на актуальные для округа темы. Мероприятия прошли в Москве в рамках Дней Ненецкого округа в Верхней Палате Парламента. Народные избранники в составе делегации от Ненецкого округа побывали в Великом Новгороде, где встретились с председателем Новгородской областной думы. День холода в НАУ будут отмечать один раз в четыре года. Инициатором изменений в закон о праздничных днях и памятных датах Ненецкого округа выступил вице-спикер Матвей Чупров. В Верхней Палате Парламента в период с 27 по 30 января прошли Дни Ненецкого автономного округа. Делегацию арктического субъекта возглавили глава региона Александр Цибольский и председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов. Парламентарии региона приняли участие в расширенных заседаниях пяти комитетов Совета Федерации и выступили с докладами на актуальные для округа темы. Заместитель губернатора Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко, вице-спикер окружного собрания Максим Арбузов и председатель комиссии по экономической политике и бюджету регионального парламента Наталья Кордакова обсудили с сенаторами совершенствования процедуры госзакупок. Речь идет о 44-м федеральном законе, с реализацией которого в арктических регионах регулярно возникают проблемы. Мы нашли отклик у наших, не у наших, а у сенаторов Совета Федерации, но позиция Министерства финансов была простой и безоговорочной. У нас в России единое экономическое пространство для всех и на данный момент они не очень положительно относятся к изменению каких-либо процедур, например, или к выводу северных и региональных надбавок из налогооблагаемой базы. Но, чувствуя поддержку сенаторов, я думаю, мы продолжим работать в этом направлении. И нас поддерживает Государственная Дума, депутаты. Я думаю, у нас есть шансы вместе с другими регионами эти вопросы решить. Очень сложно шло обсуждение, Минфин категорически против, но, тем не менее, какую-то консенсию вчера мы еще обсуждали с комитетом по бюджету, уже доработку этого решения. К определенным договоренностям пришли. Но, действительно, вопрос этот сложный, он так сходу не решается. Определенные изменения в 44-й ФСЗ были внесены в декабре прошлого года. Поэтому, ну, достаточно нам этого. Мы считаем, что нет, но считаю, что к этому вопросу договорились вернуться в апреле на Совете Законодателей, который будет проходить в Санкт-Петербурге. По итогам обсуждения принята рекомендация рассмотреть предложение Ненецкого округа в пакете поправок, разрабатываемых в целом к Федеральному закону о госзакупках. Еще один вопрос вынесенный на повестку дня – совершенствование системы налогообложения в целях стимулирования малого и среднего бизнеса в районах Крайнего Севера. Как отметила Наталья Кордакова, предприниматели изначально находятся в неравных конкурентных условиях из-за высокой налоговой нагрузки, которая связана с повышенными страховыми взносами. У нас работодатели, независимо от формы собственности, в соответствии с трудовым кодексом, обязаны оплачивать повышенные расходы по компенсационным выплатам. Это районные коэффициенты, северные надбавки. А кроме этого, еще сверху у нас это облагается страховыми взносами. Но страховые взносы с 2012 года увеличены с 14 до 30%, то есть практически в два раза. И в общей структуре расходов у предпринимателей это составляет практически 50 и более процентов. Это заработная плата и страховые взносы. Таким образом, на что им развиваться? Но еще и работодатель обязан раз в два года оплачивать льготный проезд для работников и их членов, их семей. И 24 дополнительных дня к отпуску, которые также облагаются страховыми взносами. Депутаты окружного собрания выступили с инициативой об установлении пониженных тарифов страховых взносов для предпринимателей. Мы подготовили федеральную инициативу, которая уже направлена в правительство для рассмотрения по снижению с 30 до 7% страховых взносов. Это первое. И второе, чтобы непосредственно обложение страховыми взносами на дополнительные комбинационные выплаты убрать. То есть это на северные надбавки, районные коэффициенты и дополнительные 24 дня. Актуально для региона и развитие транспортной инфраструктуры. Как отметила Валентина Саутина, региону необходима реконструкция аэропортового комплекса в Амдрме, Редмарского морского торгового порта и капитальный ремонт мостового перехода через реку Колва. На автомобильной дороге Наринмарусинск. В числе вопросов, которые необходимо решать совместно с федеральным центром, спикер регионального парламента Александр Лутовинов озвучил развитие малой авиации и дно углубления рек. У нас есть морпорт. Нам говорят, что у нас оборотов не хватает, грузооборотов. Поэтому мы не можем решить и пофинансировать реконструкцию морпорта. Эти вопросы взаимозависимы. Но углублений нет, осадки нет. Я сам в течение суток помню, мы торчали в коме республики, когда не могли добраться. И поэтому о какой поставке грузов и, соответственно, увеличение грузопорота может идти речь, когда мы не можем решить эту проблему. Они взаимозависимы. Поэтому важнейшее решение или проблема – это малая авиация. Если коротко, проблема в чем? Ну, наверное, дополнительное финансирование местных авиалиний как минимум. Как минимум. Это вопрос, я хотел бы, чтобы он здесь в константре звучал. Эту проблему надо решать. Она системна. Не только для нас и для всех северов. С Александром Васильевичем, мы здесь общались довольно длительно, пока шло ваше совещание. Еще раз говорю, подробно этот вопрос излагали. В одиночку мы его вряд ли решим. По итогам обсуждения сенаторы поддержали инициативу региона и подготовили в адрес правительства, Министерства транспорта, Минобороны и Росавиации соответствующее обращение. Поддержку нашли и проблемные вопросы, озвученные в ходе заседания по федеративному устройству региональной политики, местному самоуправлению и делам Севера. Регион предложил внести изменения в правила предоставления субсидий региональным бюджетом на реализацию мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» и обеспечения доступным и комфортным жильем. Также было предложено рассмотреть вопрос о возможности софинансирования строительства сетей водоотведения в поселке Искателей. На комитете все наши инициативы поддержаны. Конечно, комитет был достаточно жаркий, потому что были приглашены и представители Минстроя, представители фонда реформирования ЖКХ и Министерства по Арктике. Вопросов было очень много, детально обсуждали. Была поддержка, нас поддерживала Якутия, Архангельская. Качество жизни населения зависит не только от комфортных условий проживания, но и от уровня оказываемой медицинской помощи. А для этого зачастую требуется дорогостоящее диагностическое оборудование, которое позволяет на ранней стадии выявлять серьезные заболевания и своевременно назначить лечение. Один из таких аппаратов жизненно необходим нашему региону. Речь идет об МРТ. По МРТ мы неоднократно при принятии бюджета уже, наверное, в течение пяти лет говорим об этом в собрании депутатов. И есть решение губернатора о том, что необходимо приобрести это оборудование. Но это стоит 50-80 миллионов, как вчера сказали, потому что присутствовали с Министерства здравоохранения, труда и социальной поддержки. Они об этом тоже говорили. Но кроме того, как приобрести это оборудование, необходимо его куда-то установить. То есть это уже получается привязка, что необходима вот эта пристройка. И, конечно же, необходимый кадр, который бы могли работать. Необходимо окружному здравоохранению и новые помещения. Речь идет о пристройке главному корпусу Ненецкой окружной больницы и строительстве нового здания для инфекционного отделения. По социальному обслуживанию было поднято два вопроса. Это строительство дома-интерната для престарелых и инвалидов и строительства хосписа. Также они были поддержаны. Единственное, что было изменено немножко решение о том, что хоспис – это ведомство Минздрава, и тоже это включили в рекомендации по Минздраву. Председатель постоянной комиссии по госустройству и местному самоуправлению Александр Чурсанов представил инициативу по увеличению сроков накопления ТКО на площадках отходов с 11 до 36 месяцев для труднодоступных сельских населенных пунктов. Предлагаемые изменения позволят снизить расходы окружного бюджета, уменьшить финансовую нагрузку для бюджетных организаций и предпринимателей на селе при использовании услуги регионального оператора. Объемы отходов небольшие. Это чуть более тысячи тонн сельских населенных пунктов. Из них 960 тонн – это от индивидуальных жилых домов, то есть от частного сектора. Совет Федерации нас в этом вопросе поддерживает, эта проблема знакома, они ее также изучают по регионам. Но есть некоторые спорные вопросы с правительством Российской Федерации в части экологических норм как раз, которые, я думаю, что мы будем прорабатывать, пытаться урегулировать и, если получится, все-таки увеличить этот срок. Изменения в федеральное законодательство требует и в сфере образования. Как отметила вице-губернатор НАУ Наталья Сидорова, в федеральный проект «Современная школа национального проекта образования» необходимо включить мероприятия по строительству пришкольных интернатов и нового здания для коррекционной школы. Также вице-губернатор предложила поддержать НАУ в вопросах капитального ремонта культурного центра в Коткино и Дома культуры в Красном. Кроме этого, необходимо модернизировать и ввести в эксплуатацию модульные библиотеки. В связи с передачей полномочий на региональный уровень мы потеряли возможность получать федеральные средства. В связи с этим мы неоднократно обращались в министерство. На сегодняшний момент нас порадовали, что вопрос практически решен. Поэтому мы понимаем, что можем участвовать в конкурсах и привлекать средства на создание модельных уже региональных библиотек. Первую такую библиотеку планируем сделать в поселке Красном. У нас тоже документация уже готова, поэтому я думаю, что будем уже вскоре запускаться. Еще одна тема, поднятая в рамках Комитета по образованию сенатором от НАУ Римы Галушиной, касалась обеспечения горячим питанием школьников с 1 по 4 классы. На данный момент Неницкий округ не может претендовать на помощь из федерального бюджета на обеспечение данной деятельности. В регионах была разуслана информация по предоставлению субсидий на горячие питания. Это вот то, что было сказано президентом в послании федерального собрания. Мы не вошли в этот перечень. Конечно, очень странно. Я понимаю, что основной критерий – это бюджетная обеспеченность, но тем не менее надо понимать, что бюджет нашего округа идет большей частью на предоставление различных дотаций. Пробуем сделать какое-то исключение, допустим, особый зон, крайний север для того, чтобы правовая такая возможность появилась. То есть общий подход, потому что если сейчас менять форму, ну никогда, мы, тем более здесь очень четко, доходы субъекта, количество детей. И, казалось бы, ключевые факторы взяты за появление суммы субсидий. Но ваше предложение должно прозвучать не как «дайте нам тоже денег», а внести конкретное с точки зрения финансовых подходов, договорились, и мы это напишем прямо в решении комитета. Кручевым событием Дней Нинецкого округа в Совете Федерации стал час субъекта, который прошел в рамках пленарного заседания Софеда. С докладами выступили губернатор округа и спикер регионального парламента. Александр Лутовинов рассказал о законодательной деятельности и обозначил актуальные проблемы для региона. Сейчас рассмотрение в Госдуме находится два инициирования на месте законопроекта. Это увеличение сроков накопления твердых бытовых отходов с 11 до 36 месяцев и субсидирование отделений почты на Крайнем Севере. Также требуют своего решения вопросы, учет специфики арктической зоны при закупках, к примеру, по 44-му закону, развитие инфраструктуры округа, дорожного строительства, строительства мостов, о чем было здесь уже сказано, выезд граждан из районов Крайнего Севера в благоприятные регионы. Сейчас у нас только 16 человек в год. Это крайне мало. Отдельная проблема малой авиации – это подготовка летного состава для вертолетов и пилотов на Ан-2. Их попросту не хватает. Как вариант решения – целевой набор по аналогии с подготовкой врачей. И в завершении, Валентина Ивановна, буквально перед отъездом нашей делегации ко мне обратились жители отдаленных сел. У нас сегодня в селах бензин стоит, цена доходит до 120 рублей за литр. Решение проблемы, изменение бюджетного кодекса… Еще раз спросите, с чем обратились жители? С просьбой регулировать цену на бензин. Раньше у нас была возможность датировать, но сейчас по бюджетному кодексу, к сожалению, бензин включен в подакцизные товары наряду с алкоголем и табаком. Поэтому раньше мы этот вопрос регулировали и удалось снимать социальную напряженность. По итогам заседания «Час субъекта» подготовлен проект постановления. Как отметила Валентина Матвиенко, он будет доработан и окончательно принят на следующем заседании. Мы сформулировали вместе с руководством округа те меры поддержки государственного и с федерального уровня, которые, на наш взгляд, необходимы сейчас для более успешного развития. Потому что главная цель – это, конечно, чтобы увеличились доходы граждан, жителей Нинецкого автономного округа, чтобы улучшились условия их жизни, условия их труда, занятость и многое другое. В целом Валентина Матвиенко высоко оценила организацию проведения дней Нинецкого округа в Совете Федерации, отметив высокий потенциал региона. И это, сказала глава Сафеда, результат тех, кто живет и работает в Нинецком округе. Из Москвы делегация Нинецкого округа во главе с губернатором отправилась в Новгородскую область, где прошли встречи с представителями областных министерств образования и здравоохранения строительных предприятий. В рамках рабочей поездки участники делегации ознакомились с передовыми практиками деятельности агропромышленного комплекса, развития предпринимательства, социальной защиты населения, строительства и переселения из ветхого и аварийного жилья. В ходе двухдневного рабочего визита представители исполнительной и законодательной власти региона провели ряд встреч с администрацией Новгородской области, посетили объекты реализации национальных проектов, утвержденных указом президента. Председатель окружного собрания депутатов Александр Лутовинов встретился со спикером Новгородской областной думы Еленой Писаревой. Обсуждая вопросы межпарламентского взаимодействия, Александр Лутовинов отметил, что руководители ЗАГС собраний должны работать в едином ключе и выстраивать перспективные направления взаимодействия, которые актуальны для избирателей регионов Северо-Запада. Напомню, что в августе 2019 года в рамках рабочего визита делегации Новгородской области в НАО было подписано соглашение о сотрудничестве двух субъектов. Документ предусматривает взаимодействие региона в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Председатель парламентской комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова представила отчет о проделанной работе. В 2019 году состоялось 27 заседаний, рассмотрено 85 вопросов, из них 57 сессионных. Из 110 принятых законов округа 43 рассмотрено на постоянной комиссии. Как отметила Наталья Кордакова, наиболее обсуждаемым стал главный финансовый документ округа – закон об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Принят в первом чтении 7 ноября. Проведены публичные слушания, рассмотрена расходная часть бюджета по главным распорядителям средств. В итоговом варианте учтены поправки губернатора и депутатов окружного собрания, в том числе индексация отдельных соцвыплат. Большая работа проведена по снижению нагрузки на малый и средний бизнес на селе. С 1 января 2020 года предприниматели производят плату за электроэнергию в размере 8 рублей за 1 кВт в час. На летний период 2019 года субсидия на реализацию одной тонны молока была увеличена с 50 до 85 рублей за литр, что позволило своевременно заготовить корма. Более того, благодаря совместной проработке с губернатором округа Александром Цыпульским предоставление субсидии было продлено до конца года, отметила Наталья Кордакова. На контроле комиссии остается вопрос по разработке госпрограммы Ненецкого округа «Комплексное развитие сельских территорий». Председатель комиссии по делам коренных малочисленных народов Севера Матвей Чупров представил информацию о результатах деятельности за второе полугодие 2019 года. С сентября по декабрь состоялось 7 заседаний, рассмотрено 12 вопросов. 4 вопроса вынесены на рассмотрение сессии. Принято 2 закона и 5 постановлений. 8 вопросов по направлению деятельности комиссии. По инициативе депутатов продлен срок бесплатного оформления земельных участков с жилыми домами до 1 января 2025 года. Речь идет о жилых домах, приобретенных до 30 октября 2001 года и не имеющих надлежащих оформленных документов на земельные участки, на которых они находятся. Установлена новая цена продажи земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. По предложению депутатов, администрация округа снизила кадастровую стоимость такой земли с 60% до 5%. В рамках объявленного в 2019 году Международного года языков коренных народов члены комиссии приняли участие в мероприятиях, на которых обсуждались современные формы популяризации изучения языков коренных народов НАО «Подготовка педагогов ненецкого языка». Заслушаны доклады представителей профильных департаментов по проблемам в сфере рыболовства, инвентаризации, ликвидации накопленного экологического ущерба, предоставления оленеводам и чумработницам жилых помещений по договорам соцнайма. Рассмотрен проект «Концепция развития национальных видов спорта и северного многоборья в НАО на 2020-2025 годы». С участием глав муниципальных образований и других заинтересованных лиц сформулированы и направлены в адрес Минсельхоза и Федерального собрания предложения по изменению правил рыболовства Северного рыбохозяйственного бассейна. В рамках парламентской ассоциации Северо-Запада России на одном из заседаний парламентарии выступили с предложением включить в федеральный перечень профессий специальностей среднего профобразования, специальность учитель родного языка. Как отметил вице-спикер регионального парламента Матвей Чупров, работа над совершенствованием действующего законодательства ведется непрерывно. Наш регион активно участвует в этом процессе. «Очень важно, чтобы федеральный центр прислушивался к региональным законодателям, поскольку мы работаем непосредственно с нашими жителями и выражаем их мнение», отметил Матвей Чупров. «День холода» в Ненецком округе будут отмечать один раз в четыре года. Этот вопрос был вынесен на рассмотрение комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению. Инициатором изменений в закон о праздничных днях и памятных датах Ненецкого округа выступил вице-спикер Матвей Чупров. «Когда закон принимали, было принято решение, что день холода должен праздноваться 28 февраля. Хотя изначально при его создании предполагалось, что он будет отмечаться последний день зимы. То есть последний день зимы в следующем году, в этом году выпадает на 29 февраля, так как будет високосный. И в связи с этим возникло такое предложение и был подготовлен законопроект, который предлагает установление празднования дня холода 29 февраля». Матвей Чупров также отметил, что законопроектам предлагается проводить этот праздник один раз в четыре года, учитывая его общую направленность на защиту глобальных изменений климата на планете. По итогам обсуждения законопроекта комиссия рекомендовала комитету принять документ сразу в двух чтениях. Напомню, основной целью празднования дня холода является привлечение внимания к уникальному арктическому климату, в том числе в связи с наличием проблем глобального потепления климата на планете. В качестве официального праздника День холода был введен на территории Неницкого округа региональным законом от 12 июля 2019 года. Депутаты регионального парламента рассмотрели изменения в окружной закон об образовании в Неницком округе. В частности, законопроектам уточняется период предоставления дополнительной компенсации расходов по найму жилого помещения. Как отметила исполняющая обязанности руководителя окружного профильного департамента Лиана Храпова, в соответствии с окружным законом, педагогическим работникам детских садов, школ и среднепрофессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Наринмары и поселка Искателей, предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения. Правом на компенсацию могут воспользоваться специалисты, которые не обеспечены жильем и состоят на учете нуждающихся в предоставлении жилых помещений. С увеличением данной категории, касаемо профессиональных организаций, появляется лишь один получатель, это преподаватель СПО, который устроился на работу в сентябре 2019 года. Представленным проектом закона предлагаем уточнить период предоставления вышеуказанной дополнительной меры социальной поддержки первые пять лет по аналогии с здравоохранением. Также определить, что условия ее предоставления определяются администрации Нинско-Автономного округа в части исчисления указанного периода в случае перехода в другую образовательную организацию. По словам Лианы Храповой, в настоящее время количество получателей составляет 23 человека, а в настоящее время компенсация предоставляется в размере фактически понесенных расходов, но не более 10 тысяч рублей в месяц на одиноко проживающего гражданина или не более 15 тысяч рублей на семью. Проект закона планируется рассмотреть в двух чтениях на предстоящей сессии в региональном парламенте, которое состоится в этот четверг, 13 февраля. Когда возобновить работу стоматологический кабинет, расположенный в четвертой школе, и возможно ли оказывать подобные услуги на базе других общеобразовательных организаций округа? Эти вопросы обсуждались накануне на заседании постоянной комиссии окружного собрания депутатов по социальной политике. Участие в обсуждении принимали представители профильных департаментов округа, руководство стоматологической поликлиники и четвертой школы. Единственная общеобразовательная организация округа, в которой оборудован стоматологический кабинет, это четвертая школа. Здесь с 2013 по 2015 годы детям оказывались услуги по профилактике и лечению зубов. До настоящего времени кабинет не функционирует. Начиная с середины 2015 года были определенные проблемы с замещением этой должности, потому что врач, который работал, ушел по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет. Предполагалось, что стоматологический кабинет вновь распахнет свои двери перед юными пациентами в сентябре 2018 года, но возникли определенные сложности с документами. Стоматологический кабинет был подготовлен к работе, но там возникли определенные вопросы по оформлению документов и использованию этого кабинета с стоматологической поликлиникой, потому что, как было выше отмечено, что ранее это решение было оформлено на уровне муниципального образования, когда полномочия находились там. Соответственно, для продолжения деятельности нужно было оформить все документы в соответствии с действующим законодательством. Для того, чтобы стоматологический кабинет возобновил свою работу, необходимо заключить новый договор. До настоящего времени в адрес руководства школы поступило две заявки. От окружной стоматологической поликлиники и индивидуального предпринимателя, которые готовы оказывать зубоврачебную помощь обучающимся школы. Как пояснил заместитель руководителя департамента образования, культуры и спорта НАУ Евгений Милехин, для заключения договора директору школы необходимо направить в ведомство пакет документов. Если она хочет заключать с Федоровым договор, то надо сделать оценку рыночную, потому что это предприниматель. Мы не можем заключить с ним договор без оценочной рыночной стоимости. Если она готова заключать с окружным государственным учреждением, то этот пакет достаточно без оценки рыночной стоимости. И вот на сегодняшний день, к сожалению, данный пакет в полном объеме предоставлен не был. Как Вера Васильевна уже пояснила, данный пакет предоставлен сегодня. Часть есть, часть будет направлена до конца сегодняшнего дня. Депутаты регионального парламента в ходе заседания поручили ответственным лицам предоставить в собрание депутатов округа информацию о проделанной работе по решению этой проблемы и сроках, которые потребуются на эти цели. Пока этот вопрос остался открытым. Третья городская школа отметила юбилей. Педагогический коллектив, ученики, выпускники разных лет поздравили родное учебное заведение с 55-летия. Во Дворце культуры Арктика состоялся праздничный концерт, посвященный этому знаменательному событию. В этих альбомах вся летопись третьей школы. Свои двери для учеников и педагогов она распахнула в 1965 году. Здание школы считалось уникальным, потому что было первым кирпичным в городе. Кроме того, ученикам и учителям школа казалась громадной на фоне остальных строений Наринмара. Впрочем, живые и яркие воспоминания о годах, проведенных в этих стенах, совсем не на фотобумаге, а не в сердцах выпускников. У нас были замечательные походы, так что это ежегодно. С первого класса и по десятый. На лыжах ходили бесклассных руководителей совершенно. И родители нас отпускали. А еще мы деревья первыми посадили. До сих пор этот сквер есть, они большие. И продолжением является литературный скверик. Вот на те деревья мы всегда смотрим и поняли, что, собственно, это наше. Это наше. У нас были отличные мероприятия, смотры, строили песни. Мы так решагивали. Нина Гавриловна Гавырина, много лет возглавлявшая учебное заведение, а в общей сложности проработавшая в школе 38 лет, смогла добиться домашнего уюта на веренной ей территории. Ну, она душу вкладывала. Не просто так приходила на работу. Мне просто было каждый год интересно что-то сделать, чтобы педагоги, придя из отпуска, видели какие-то изменения. Они заходили, о! Сейчас в третьей школе новый руководитель. Анна Попова в должности директора всего месяц, но уже почувствовала особую атмосферу этой маленькой уютной школы. Мне кажется, она прямо школа пропитана вот таким семейным, домашним уютом, когда все живут одной большой дружной семьей. В 55-летний юбилей со сцены культурного центра Арктика в адрес педагогического коллектива и учеников звучали поздравления от первых лиц округа. Сегодня в юбилейную дату жизнь поставила в вашей школе две пятерки. Это заслуженные оценки за труд, стремление к знаниям и творчеству, за выпускников, которых школа дала пятерку в жизнь. 55 лет – красивая дата и хорошим подарком в юбилейный год для вас станет новое здание школы с современной инфраструктурой и просторными классами. 55 лет – это хороший повод вспомнить, как все начиналось, отдать дань, уважение, признательность и благодарность всем, чья жизнь связана со школой, с ее вчерашним, сегодняшним и завтрашним днем. Отличившиеся работники за добросовестный труд были удостойны грамот и благодарственных писем. Это была программа «Законодатели». До встречи в эфире на телеканале «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова